Хайлайты. Так вот, ну вот у нас тест на психические расстройства, 80 вопросов. Мне нравится рассказывать о собственных победах и достижениях других людей. Где-то посередине. Мне нравится высмеивать людей. Да, не, на самом деле не очень нравится. Чтобы получить внимание, заботу и любовь, надо попасть в беду или страдать. Ну, не согласен. Бывало ли у меня возникали зрительные или голосовые галлюцинации? Никогда. Я комфортно чувствую себя в большой компании людей. Где-то посередине. Иногда хорошо, иногда плохо. В принципе, нормально себя чувствую. Я комфортно чувствую себя в большой компании людей. Ну, у меня есть некий дискомфорт, конечно, с большой компанией людей, да. Но если это мои ребята, я со своими ребятами хорошо общаюсь. Мои ребята, тех, кого я люблю, тех, кого я обожаю, с тем, с кем я знаком. Мне довольно комфортно в окружении знакомых людей. Мне менее комфортно в окружении незнакомых людей. Хотя, в принципе, я читал и публичные лекции. Ну, и вообще. В принципе, я не знаю, где-то посередине, наверное. Моё беспокойство с размерным поводу... Когда? Как, наверное. Я редко испытываю скуку. Да, я полностью согласен. Очень редко испытываю скуку. Мой девиз идеальный или никак, полностью не согласен. Лесть это признак мудрости. Полностью не согласен. Я не боюсь критики или осуждения. Где-то посередине, по-разному. Смотря где, смотря в чём и смотря как это критика или осуждение проявляются. Так. Александр пишет. Чё ты врёшь? Не высмеивает он. А кого я высмеиваю? Где я высмеиваю? Я не очень... Ну, может быть, я кого-то по своей специальности стримерской и высмеиваю. Но по жизни мне это не особо свойственно. Ну, я высмеиваю очень редкие группы людей. Причём, смотрите. Кого я обычно высмеиваю? Я высмеиваю не слабых, я высмеиваю сильных. Это, Александра, самое главное. Это вот центр. Центр, понимаете? Центр всей проблемы. Я высмеиваю тех, кто... У кого больше медийность сейчас, чем у меня. У кого там больше зрителей. У кого больше этого всего. Кто, в общем-то, больше оценён, чем я. При том, что я, например, считаю, что... Ну, я, например, справляюсь тоже неплохо. Относительно них. Ага, вот так вот выразимся. То есть, я высмеиваю людей, которые признанно являются, ну, так скажем, вожаками стаи. Определённой той или иной стаи. Это такая стратегия поведения. И... Нормально. Чё бы нет. Я редко высмеиваю людей, которые имеют меньший уровень медийности, силы, там, финансов, чем я. Мне это, ну, не считая Германа Сахарова, конечно. Хотя у Германа Сахарова денег больше, чем у меня, так что не считается. Так, мне очень нравится быть в центре внимания и получать комплименты. Ну, где-то посередине. В состоянии гнева могу ударить первый попавшийся предмет пор под руку могу. Очень хочу получить одобрение от людей, которые по отношению к объекту строят дегатив. Плевать, где-то посередине. Так. Я скрываю свои чувства и мысли, чтобы никто не мог обратить их мне во вред. Да, наверное, да. Я не испытываю никакой привязанности к родным или друзьям. Да, скорее, да. У меня беспокойный сон. В последнее время очень спокойный, хороший, замечательный сон. Бывает, что я забываю о незначительных встречах или данных обещаниях. Бля, я всё помню, к сожалению. Мне никогда не хватает времени сделать всё, как надо. Нет, мне всегда хватает времени. Хитрость и ложь не приводят ни к чему хорошему. Ой, ещё как приводят. В процессе общения я смотрю собеседнику в глаза. Ну, я очень редко кому в глаза смотрю, на самом деле. Ну, там какая-нибудь тяночка, тяночка, там какая-нибудь смугляночка перед тобой стоит. Вот тогда можно там в глазки заглянуть и то, и то, и то, и то, и то. Это уже что-то это жёстче, чем секс. Про брат вообще тянку выебать, чем заглянуть ей в глаза. Ну, кстати, вот так и где-то у меня есть, наверное. Нет, я очень редко смотрю в глаза, на самом деле. Очень редко смотрю в глаза, и мне не очень комфортно смотреть в глаза, особенно незнакомому человеку. Ну, или другану, например, тоже не очень комфортно. Ну, прикиньте, мы сидим такие, я, лизер, например. Мы так поворачиваемся друг к другу и вот так вот в глаза смотрим. Ну, это странно было бы, да? Очень, вообще, вообще не особо понимаю тему со зрительным контактом. Я его очень редко ловлю. Очень, 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 очень редко ловлю зрительный контакт. И только с очень какими-то людьми, с которыми я, может, давно общаюсь. Ну, не согласен, да? Я заслуживаю особое отношение к себе? Да, вообще без разницы. В состоянии злости я легко перехожу на личности, угрожаю и оскорбляю. Да, абсолютно. Абсолютно так и дело. Вот. Я часто испытываю напряжение, тревогу, страх. Не часто. Я полностью доверяю своим друзьям. Не особо. Как-то средненько, да? Я могу поделиться своими секретами с родными или близкими. Ну, здесь скорее нет. Не могу, реже я редко делюсь. Я чувствую себя отдохнувшим. Да, заебись я себя чувствую. Мне сложно следовать инструкциям и алгоритмам. Скорее да, чем нет. Ну, я могу следовать инструкциям и алгоритмам, но мне это не очень нравится. Я сильно злюсь, если у меня что-то не получается с первого раза. Когда как, смотря что, благодаря страху, принуждению и власти, люди усердно работают. Не только. То есть здесь не максимальная степень отказа, но, типа, вот, не только. Я боюсь разговаривать с незнакомыми людьми, поэтому игнорирую звонки с незнакомых номеров. Я игнорирую звонки с незнакомых номеров. Но я не боюсь разговаривать с незнакомыми людьми. Хм. Хм. Не, я боюсь телефонов, на самом деле. Мне не нравятся телефоны. Меня прям вот вообще коробит с этих ёбаных телефонов. И вот-вот интересный парадокс. А что ответить-то здесь? Я не очень боюсь разговаривать с незнакомыми людьми. Я легко разговариваю с незнакомыми людьми. Вот в интернете мы с вами легко разговариваем, переписываемся. На стриме легко разговариваем. В жизни могу с кем угодно поговорить, если надо. Страха я не испытываю. А вот звонки я игнорирую с незнакомых номеров, просто сбрасываю. Вот вчера ответил, ну как, смотрите, просто мой телефон почти никто не знает. Мой телефон знают только самые доверенные люди и люди, с которыми у меня когда-либо где-то назначались встречи. Ну, то есть это уже автоматически знакомые люди, которые меня знают. Не у всех знакомых мне людей есть мой телефон. Это тоже очень важно, да. То есть если мне кто-то звонит с незнакомого номера, Who are you, как бы, да? Это скорее всего какая-нибудь реклама, какой-нибудь банк, какие-нибудь мошенники. Вот одно из трех, скорее всего, в 99% случаев. Ну, либо недоброжелатель. Так вот, да? Либо недоброжелатель. Ну, короче, я где-то посередине отвечу. Но я игнорирую звонки с незнакомых номеров все-таки. Но не потому, что боюсь. Это бессмысленно просто. Я не считаю нужным проявлять уважение к тем, кто ниже меня по статусу. Ля какой. Не, не, полностью не согласен. Вообще, что значит ниже меня по статусу? По какому конкретно статусу? Я не считаю нужным проявлять уважение к тем, у кого нет кандидатской степени. Да, Ля, в этом и вся фишка. Потому что основные номера, которые неизвестные мне звонят, это банки, медцентры, зэки из колл-центров. Да. Именно. Именно так оно и есть. И в этом проблема. Ну, как бы, нахуй их брать, эти трубки. Нет, я, в принципе, с уважением отношусь к людям, которые, в кавычках, ниже меня по статусу. Я на равных отношусь даже к школьникам, к студентам. Не, я понимаю, что, например, я могу понять, что вот школьник, например, чего-то где-то не знает. Это легко. То есть это можно простить и на это можно даже сослаться сказать, ну, чел, ну ты же типа в школе. Ну, откуда тебе знать, как, например, академическая наука устроена, если ты в школе. И ты не видел никогда, как она устроена. Вот я тебе, как кандидат наук, который проучился в нескольких вузах, говорю, как в России это все устроено. А ты откуда об этом знаешь? Ну, с бакалавром, на самом деле, та же история. Вот ты бакалавр, тебя эти ученые вроде бы немножко и как бы, ну, вот, 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 хлистали тебя, да, учили, пытались. Но ты же не знаешь, как они сами работают. Ты не знаешь весь процесс. Я-то более-менее процесс представляю как с точки зрения прикладных наук, потому что занимался ими. Ну, как раз в бакалавриате, ну, в любом случае, я этим еще и дополнительно интересовался. Я пытался узнать, чем еще занимаются нормальные исследователи по естественным прикладным наукам. Это дополнительно моя сфера интереса как бы была, да. И дополнительно к этому еще и по гуманитарным, так скажем, да, я получил еще и кандидатскую. В этом плане вот. Но я абсолютно с уважением отношусь к людям, которые меня младше, которые учатся в школах, которые не получили образование вообще. Мне просто похуям, да. Ну, берем сейчас один уровень статуса. Статус образовательный. Теперь можем взять там, не знаю, финансовый статус. Ну, почти все, блядь, зрители меня богаче. И вообще тогда они меня говном должны считать были бы. Но я не обращаюсь с презрением к людям, которые меньше меня зарабатывают. У меня вроде вообще полностью не согласен здесь. Не, Анастасия, все хорошо. Если больше 10 минут получится, все нормально. Я сам комментирую. Я специально комментирую, чтобы это было минут на 20 и так далее. Иногда использую шантаж, чтобы добиться своего. Не, никогда не использую шантаж. Я не испытываю стыд за свое прошлое. Полностью согласен, не испытываю стыд. Меня настораживает хорошее отношение людей, когда как. Смотря от кого. Мне сложно понять намеки или читать между срок. Наверное, да, чем нет. Да, да, да. Я очень быстро устаю. Нет, я очень редко устаю. Я очень урабатываюсь интеллектуально. Например, я пишу романы, стихи, философские тексты. Очень долго, 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 долго это делаю. Ну, и вот. Только к ночи устаю. При необходимости я могу легко сосредоточиться. Да, если нужно, могу сосредоточиться. Иногда я не приступаю к делу, потому что боюсь провала. Не, никогда не боюсь провала. Вообще похуй. Я не думаю о правильности, этичности и моральности, прежде чем совершать какие-то действия. Да, не думаю. Не думаю, скорее всего. Я легко переношу изменения в своей жизни. Да, скорее легко, чем нет. Чтобы добиться своей цели, я могу давить на жалость, призывать к совести. Не, нахуй. Мне нравится проявлять агрессию во время секса. Я проявляю агрессию во время секса, но нравится ли мне? Это хороший вопрос. Шлепать это агрессия? Девушки, мальчики, девочки и мальчики, а также их родители. Шлепать во время секса это агрессия или нет? Я не скажу, что мне, кстати, сильно нравится. Мне бывает просто, типа, просят. Ну, Саша, ну, Саша, ну, давай пошлепай. Ну, Саша, ну, Саша, Саша. Ты такой, ну, ладно, хорошо. Ты начинаешь просто... Ладно, прошу прощения. Так. Что такое агрессия во время секса? Ну, просто в порно я видел там такую хуйню, что вот женщина там стоит в позиции, а мужик ей много вот так на голову кладет. Так я еще не делал, кстати, к вопросу, да? Так я не делаю. Так. Я не знаю. Я не знаю, короче. Ну, я, наверное, не знаю. Я, наверное, не особо согласен. Ну, вот, может быть, какая-то агрессия имеется, но тут, как бы, да, там, никакие БДСМ, там, никакие пытки, там, никаких ругателей даже. То есть агрессия нет, наверное. Агрессию как эмоцию? Не. Тогда нет. Я трачу много времени на самокритику. Где-то посередине. Я не умею устанавливать личные границы, поэтому окружающие часто пользуются этим. Полностью не согласен. Я устанавливаю очень четкие, очень четкие границы, и мной довольно трудно пользоваться в этом плане. Для обдумывания мне нужно больше времени, чем другим людям. Нет. Мои страхи не всегда обоснованы. Не знаю. В смысле отписка? В смысле Александра отписка? Вы чего? Ну, наверное, какие-то обоснованы, какие-то не обоснованы. Я спокойно отношусь к очередям. Вот здесь полностью не согласен. Очереди меня тупо убивают. Ненавижу очереди. У меня в подростковом возрасте было такое, что я прихожу там в банк или на почту, я вижу очередь, я понимаю, что мне часы не стоять, я просто съебываю. Хотя мне что-то очень надо сделать. У меня просто, не знаю, панический страх этих ебаных очередей был. Я его поборол со временем, но мне очень, очень неприятны очереди. Мне очень трудно вот в этой монотонной структуре как-то себя проявлять. В общем-то, полностью не согласен. Мне трудно закончить работу, потому что я постоянно стараюсь ее улучшить. Нет, я заканчиваю работу быстро. Я редко выполняю свои обещания. Я всегда выполняю свои обещания. Заметьте, я человек, который без честности, который говорит, что обман допустимая штука. Вполне обманывать можно, но обещания я всегда выполняю, особенно финансовые. Шат, за сорокококус будешь испытывать агрессию сейчас? Ну, вы за сорокококус вряд ли закажете мне видео илды богов, так что нет. Наверное, все же нет. Я не боюсь показаться смешным. Но есть такой феномен, но просто очень интересными вещами в очереди все равно не займешься. Ну, то есть, ну, книжку в лучшем случае почитаешь, и то, когда у тебя уже книжек не осталось, интересно, кто такой. Сидишь ты, электронная книга, и все хорошие книжки уже прочитаны на ней, кто такой. Так вот, я не боюсь показаться смешным. Полностью согласен? Ну, бля, ну, чё, человек, который постоянно шутит и в иронии находится, как я могу бояться показаться смешным? Я не похожа на других людей, равных мне очень мало. Два разных утверждения. Похож я на других людей или нет? Я, скорее, не похож на других людей. Я думаю, это объективный факт, подавляющее большинство людей скажут, что, блядь, он же на нас нихуя не похож. Так-то, да? Ну, то есть, ну, очевидно, меня даже соционики вот определили в редкий тип достаточно, потому что я реально редкий тип. Ну, в этом плане. Правда, я этим не особо горжусь, и я не знаю, равных мне очень мало. Это звучит очень высокомерно в данном случае. Но я не думаю, что это на психические расстройства тест, Людмила. Но я не думаю, что при этом всем, ну, как бы, я, типа, на несколько голов там выше стою, там просто где-то, да? Просто я развивал определенные способности, полезные конкретно для той деятельности, которой я занимаюсь. И в той деятельности, которой я занимаюсь, я очень хороший, я считаю, да? С другой стороны, я считаю, что многие другие люди могли бы поступить каким-то похожим образом, возможно, да? И, может быть, добиться каких-то похожих результатов, но не добились, не хотели. Не хотели, не пытались. Так что здесь очень трудно. Ну, давайте где-то посередине пусть будет. В детстве наказывали меня, но теперь я вырос и сам могу наказывать. Ну, я мало наказывали. Мне сложно отставить свои интересы. Не, я абсолютно отстаиваю свои интересы. Мои интересы всегда отстояны. Отстояны. Всегда их отстаиваю, да. Я не распространяю важную информацию, номер банковского счета, телефон, почтовый адрес, чтобы это не использовали против меня, ну, где-то посередине. Я прямолинейный человек. Когда как? Вообще буквально. Приветствую, Ирин. Приветствую, злой Миша. Слушайте, ну, прямолинейный или я человек? Вопрос. От полностью не согласен, да полностью согласен, все варианты в разных состояниях могут быть. То есть в разных настроениях, на разных стримах, в разных компаниях, в разных условиях, просто разные вещи. Абсолютно. Приветствую, неблагод. Ну и, соответственно, честно говоря, ладно, пусть будет где-то посередине, но здесь все варианты просто могли бы подойти. Я всегда стараюсь думать о хорошем, хер его знает. Без труда завершаю работу в нужные строки. Полностью согласен, без труда. На выполнение рабочих задач у меня уходит слишком много времени. Полностью не согласен. Высокое положение в обществе, как правило, занимают непорядочные люди. Часто да, кстати. Высокое положение в обществе действительно часто занимают не очень порядочные люди, но все-таки где-то это посередине, наверное, будет. Я без проблем могу заговорить с незнакомым человеком. Блин, ну нет, где-то посередине. Не со всеми людьми. Ну вот, например, я никогда не знакомлюсь в метро, там, в трамвае, вот с девчонкой, например, да, хочется поговорить. Видишь, какая-то красивая тянутся. И ты такой думаешь, может, подойти познакомиться, она такая красивая. Ну ты понимаешь, что на самом деле она тупая, что ей все это неинтересно, и, скорее всего, ты ей не понравишься, так ты думаешь, да, ну нахуй ее, короче. Че к ней подходить, тем более она в метро. А вот с незнакомыми людьми знакомиться там в университете бывало такое много раз. Ну да, ты понимаешь, что люди, вот вы с ними с этими людьми находитесь в очень похожей зоне интересов, например. И очень легко, очень легко знакомиться становится в данном случае. Ну, где-то посередине будет. Я искренне радуюсь успехам своих друзей. Полностью согласен. Очень люблю достижения моих друзей. Короче, респектую. Мне нравится управлять людьми с помощью запугивания. Никогда никого не запугиваю. Я могу терпеть боль до последнего, поэтому не тороплюсь с лечением. Да, согласен. Я уверен, что окружающие настроены против меня. Ну, смотря какие. Есть отдельные группировки очень злых людей, которые, соответственно, настроены против меня. Так в целом, я не согласен. Я стильно злюсь, когда срываются мои планы. Ну, сильно, видимо, злюсь, когда срываются мои планы. Ну, не только в планах дело, на самом деле, нет, скорее. Я часто чувствую напряжение в теле. Не, я расслабленный довольно человек, на самом деле. Я очень редко чувствую напряжение в теле, еще где-то там вообще спокойненько. У меня в психике даже напряжения довольно мало. У меня, как бы, напряжение, оно импульсивное. Понимаете, как у меня это работает? Мы, как бы, вух, взлетели, опустились и опять штиль. Вух, опустились, штиль. Поднялись, опустились, штиль. То есть, вот. Я постоянно совершаю ошибки из-за своей невнимательности. Ну, иногда совершаю ошибки из-за невнимательности. Есть такое. Я часто зацикливаюсь на деталях. Ну, это, кстати, говно, судя по всему. Если честно, Анастасия, я вам правду скажу. То есть, не очень подробный. Я не думаю, что из него можно что-то реально вычислить. Более того, здесь важно понимать, что человек отвечает полностью обдуманно и правильно. Потому что мало ли, что я о себе думаю. Я могу, вот, на некоторые вопросы я мог просто ответить любой из вариантов, просто как у меня карта ляжет. Я часто зацикливаюсь на деталях. Где-то посередине. Я легко могу обвести человека вокруг пальца. Ну, не знаю. Нет, наверное. Привет, Вячес. Я с удовольствием хожу на дискотеке, вечеринке, свидания. Я с удовольствием хожу на дискотеке, вечеринке, свидания. Я с удовольствием хожу на дискотеке, вечеринке, свидания. На дискотеке я не хожу, на вечеринке я не хожу, на свидание я хожу. С удовольствием ли? Нет, не с удовольствием. Все, ответили. Вот, справились. Вот, справились. Многие люди завидуют мне. полностью не согласен или не согласен я не думаю что люди не завидуют честно говоря может быть по некоторым аспектам это там знаете по таким которыми не особо существенно но я не думаю что мне завидуют более того я не думаю что мне завидуют люди которые прежде всего вот против меня выступают там типа вот лемоны василы я думаю они как раз искренне в своих пожеланиях с одной стороны негативных а с другой стороны я думаю дело здесь совершенно не в зависти в чем-то другом да в чем-то другом совершенно дело я не из тех людей как которые как тимати там или многие другие популярные звезды говорят ты вы меня не любите вы просто мне завидуете зависть на мой взгляд это довольно редкая нередкая в общем это то чувство которое можно проверить человеке только находясь в его шкуре непосредственно если он не говорит о зависти что я хочу быть как шадов там например да то соответственно постулировать здесь зависть невозможно можно конечно предположить но это как бы не самое лучшее предположение просто зависть это далеко не единственная эмоция которая есть я например зависть испытываю очень редко очень редко испытываю зависть поэтому мне на самом деле даже немножко сложно представить себе человека который постоянно кому-то и чему-то завидуют то есть у меня реально у меня просто ну как бы у меня жизненная самореализация проходит очень хорошо я занимаюсь почти всю жизнь творчество меня это вполне устраивает в творчестве я резу реализую то что мне нравится и то что меня полностью устраивает и то что вот меня вот как бы вот наполняет мы меня энергией жизни да это что вот вкладывает меня всевозможные энергии для продолжения своей деятельности и жизни что мою жизнь наполняет кайфом радостью и счастьем да соответственно и у меня например нет никакого времени чтобы кому-то завидовать я бывает кого-то критикую из той или иной области но это не из-за зависти обычно это по каким-то в общем-то критериям тоже определяется у меня есть критерии и эти критерии я применяю к данному человеку этот человек не подходит критериям и соответственно бывает из-за этого критика но это не зависть я редко кому-то завидую если завидую то скорее знаете такой белой завистью просто потому что ну например вот есть жмелевский жмелевский на своих прекрасных аукционах поднимает кучу денег круто я хотел бы так же честно говоря я завидую белой завистью жмелевскому и желаю ему счастья и здоровья и пусть у него так дальше будет вот вот круто хотел бы чтобы меня такие аукционы на 100 тысяч рублей были да это было бы тоже очень классно но в целом ну как и мы тоже здесь работаем и мы тоже здесь что-то делаем в зависть и согласен ирина нет ничего плохого но из важного просто ну это не то чувство которое люди постоянно испытывают но как мне кажется его зафиксировать этого чувства ну вот вы не можете в другом человеке просто вот без его слов без его подтверждения поэтому я наверное я ни разу не видел чтобы люди говорили шат я тебе завидую я тебя прямо очень сильно завидую поэтому мне кажется мне люди не особо завидуют полностью ли я не согласен может быть кто-то и завидует поэтому просто не согласен да возьмем они не максимально чтобы избежать более агрессии от других надо опередить их нет чего чего я не стараюсь всем угодить согласен никому не вообще никому не стараюсь угодить да я во многих вещах вижу угрозу своим интересам здоровью и жизни не во многих я стараюсь избегать незнакомых людей нет скорее я вздрагиваю от каждого звонка или оповещения возможно не люблю звонки или оповещения я не испытываю трудности при поиске вещей так как они лежат у меня на своих местах я не испытываю трудности при поиске вещей так как они лежат у меня на своих местах я не испытываю трудности при поиске вещей блять но если не учитывать последний случай когда я ножик свой вот швейцарский где он у меня кстати вот он у меня просто все тут лежит смотрите ножик он у меня лежал вот вот там вот наверху за лампой и я его просто несколько дней искал нужно было ногти под подстричь вспомнила на ножике в ножике есть еще ножницы маленькие ну и вот соответственно это грустненько это грустненько просто ввиду того что я не знаю да наверно не согласен не испытываю но иногда бывает я часто ругаю себя мысленно не вообще никогда не ругайся мысленно мне плевать люди которые не боятся идти на мелкие правонарушения могут успешно построить свою карьеру ну иногда может быть и могут не знаю что два вопроса последних я тоже редко теряю вещи ирина вот один раз ножик 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 куда-то сделал могу выступать без предварительной подготовки но это стриминг я на стриминге выступаю без предварительной подготовки о смотрите у вас отсутствует какое-либо расстройство личности вы полностью психически психологически здоровы это говорит о том что вы находитесь в гармонии с собой все вашей жизни происходит осознанно вы получаете удовольствие от каждого дня и полны энергии вот я здоров 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 я живу друзья если что давайте донати побыстрее если на что-то хотите что я пишет психопат не палится по ходу тест на наёб не предусматривается да тест плохой я аж говорю тест довольно херовый если что ну то есть тест не учитывает многих факторов и это было прям принципе очевидно по формулировке не самый такой подробный тест так что такое вот